Спасибо большое. Спасибо большое. У нас есть английский? Вы нужны английский? Да. А книга? Да. Или в вашем телефоне? Хорошо. Да. Конечно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... ... ... ... ... ... ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Мы читаем Шримад Бхагаватам, глава первая, песня первая, глава восьмая, текст пятидесятый. Дарма-юдхе-vadно-двишам, итиме-на-tu-bodхая, kalpate-ся-sanam-вача, kalpate-ся-sanam-вача, naino-rajna-praja-bhartур, dharma-yudхе-vadно-dвишам, дарма-юдхе-vadно-двишам, итиме-на-tu-bodхая, kalpate-ся-sanam-вача, kalpate-ся-sanam-вача, naino-rajna-praja-bhartур, dharma-yudхе-vadно-dвишам, тарма-юдхе-vadно-двишам, итиме-на-tu-bodхая, итиме-на-tu-bodхая, kalpate-ся-sanam-вача, 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 КАЛПАТЕ САСАНАМ ВАЧАМ НАЙНО РАДНА ПРАДЖА БХАРТУР ДАРМА ЮДГЕ ВАДГО ДВИШАМ ИТИМЕ НАТУ БОДХАЯМ КАЛПАТЕ САСАНАМ ВАЧАМ ДАРМА ЮДГЕ ВАДГО ДВИШАМ ДАРМА ЮДГЕ ВАДГО ДВИШАМ ИТИМЕ НАТУ БОДХАЯМ КАЛПАТЕ САСНАМ ВАЧАМ КАЛПАТЕ САСНАМ ВАЧАМ Моя честь. 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 Махараджа Юдхиштхира, конечно же, великий преданный. И естественным образом в нем проявлено сострадание, доброта и забота другим. Моя честь. 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 Мы видим, даже более того, в Бхагавадгите поощряется насилие, поскольку Господь Кришна вдохновляет Арджуну сражаться. Одной из причин колебаний Арджуны и нежелания его сражаться была как раз боязнь получить последствия греха вследствие сражения в битве. Законы кармы действуют на каждого. Они означают, что совершая хорошие поступки, вы получаете хороший результат. Если же мы действуем греховно, поступаем неправильно, то мы за это получим последствия. Итак, в Бхагавадгите, в первой и второй главе мы видим, что Арджуна выдвигает Кришне некоторые причины, почему ему не следует сражаться. И одна из причин это необходимость быть сострадательным и не причинять вреда другим. Он говорит, я не смогу наслаждаться царством, полученным такой ценой. Он сказал, если я бороться, то будет деградация между динамистями. Потому что когда большие крики все мертвы, после войны, большие крики все мертвы, то молодые люди будут grow up to be undisciplined and without any proper direction or purpose. Также он выдвигал такие объяснения, что если я стану причиной гибели всех достойных царей в роду, то молодое поколение будет недисциплинировано и вырастет без должного направления или без должного воспитания со стороны этих царей. Если в обществе отсутствуют старшие, если в обществе отсутствуют достойные личности, то женщины развращаются, деградируют и становятся причиной появления нежелательного потомства. И также Арджуна упомянул, что я также беспокоюсь о греховных последствиях, которые придут за мои сражения, битвы. А поскольку сражаться означает причинять вред другим и даже убивать их, поэтому Арджуна очень сильно беспокоился о последствиях таких действий. Но мы все в этом материальном мире находимся, потому что такова наша карма. Наша карма это поступки с прошлой жизни, равно как и поступки с этой жизнью. И наше наслаждение, как и наши страдания, связаны с поступками прошлых жизней. Итак, Махараджа Юдхиштира, поэтому очень сильно был обеспокоен тем, что он стал причиной смерти стольких людей. И он рассуждал так, что вся эта битва началась только ради того, чтобы я стал царем. Поскольку я посягал на это царство, я должен был стать царем. Это стало причиной того, что погибло столько людей, и в итоге столько бреда причинено другим. Разумеется, это причиняло ему очень сильное страдание. Это показывает его величину, его величину характера как святой личности. Другие люди бы на его месте прыгали до потолка. Ура, я выиграл, царство мое, теперь я царь. И злорадствовали бы все сыновья Дритараштры, погибли все, как убили до одного. Другой был злорадствовал на месте Юдхиштхиры, но мы видим, что он поступил прямо наоборот. Он очень сильно сокрушался, насколько же ужасно то, что произошло. Таково настроение преданного. Преданный никогда не испытывает счастья. Он страдает, видя страдания других. Конечно же, действия Махараджи Юдхиштхиры были продиктованы не только его личной выгодной. Он действовал по прямому указанию Господа Кришны. Господь Кришна явился основной причиной начала этой битвы. Как и упоминается в комментарии, Дурьёдана справлялся со своими обязанностями, и жители, граждане были счастливы. Если просто хотели бы хорошего правителя, то ничего не было wrong. Дурьёдана делал свой обязанностей. Если просто рассматривать его как хорошего правителя, то в нем не было ничего плохого, он хорошо выполнял свои обязанности. Но у Кришны был более широкий план. Он по замыслу Кришны на троне должен был находиться преданный Кришны, который устанавливал дхарму. И ради того, чтобы это так и было, Пандавы должны были царствовать. Но Дурьёдана и его братья не давали ни малейшего шанса Пандавам царствовать. Именно поэтому не оставалось ничего другого, как начать эту битву. Так же причиной возникновения битвы была перенаселённость земли неправедными царями, кшатриями. Земля уже дальше не могла выносить бремя этих неправедных царей, и она взмолилась, обратилась к Господу Вишну. И поэтому битва на Куркшетре выполняла также и эту задачу. Это была религиозная битва. Это не те войны, которые происходят в наше время. Современные войны становятся причиной гибели невинных людей. Женщины и дети гибнут безо всякого разбора. Но битва на Куркшетре была иной. Это была священная война, в которой сражались кшатрии. И для них это была удивительная возможность убековечить себя, прославить участием в этой битве. И положить свои жизни на этой битве было славой для них. Поскольку после смерти они отправлялись на райские планеты. То есть в любом случае они выигрывали, они либо получали царство, либо отправлялись на небеса. То есть в любом случае принятие участия в битве было для них победой, а не поражением. Так что Кришна решила эту всю борьбу Куркшетра, чтобы происходить. И, конечно, потому что Кришна решила это, и потому что он был человек, кто измелькал эту борьбу. Он считал, он иногда выгоден от некоторых людей. «Кришна – это мировой. Он был так плохо». Потому что он уничтожил смерть настолько многих людей. И поскольку Кришна был непосредственной причиной начала этой битвы, то многие люди упрекали его, говоря, что Кришна аморален, становясь причиной смерти стольких людей. Те, кто так говорят, совершенно не понимают планов Кришны, связанных с этой битвой. Те, кто мыслят телесными представлениями о жизни, не понимают, что погибнуть в этой битве как раз и было дхамой. Конечно же, эта битва начиналась за дхарму, но в какой-то момент принципы дхармы были забыты. После того, как Абиману убили в этой битве бесчестным образом, там уже сражались все безо всяких правил. Абиману пришлось сражаться с целым отрябом опытных воинов, и это, конечно, было вопреки правилам. И уже в следующем моменте вот это вот сражение без правил проявилось, когда Арджуна сражался с Карной, и у Карны заклинило колесо в какой-то момент на колеснице. И Карна стал упрекать, что Арджуна сражается с ним, пользуясь его беспомощностью. Тогда Арджуна ответил, но вы не дали никакого шанса Абиману и сражались с ним беспомощным. Почему теперь я должен давать шанс тебе? Другой пример заключался, другой пример в том же, когда была битва между Абимой и Дурьоданой на палецах. Они были в определенном смысле оба равноценные. Бима был сильнее в битве, а Дурьодана был искуснее в боях на палец, и никто не мог победить. Кроме того, тело Дурьоданы было полностью неуязвимо, подобно стали, поскольку он получил благословение от своей матери. Матерью Дурьоданы была Гандари, и когда она вышла замуж за Дритараштру, то поскольку ее муж был слеп, она сама добровольно приняла обед слепоты, одев повязку на глазах. И она это сделала, чтобы ни в какой мере не превосходить своего мужа. И вот этот вот акт целомудрия сделал ее очень могущественной. И перед началом битвы на Курукшетре Гандари попросила Дурьодану прийти к ней, чтобы она взглянула на него, но она попросила его прийти обнаженным. И ее план был таков, поскольку в своих глазах вот этой вот аскезы она накопила огромную силу, то взглядом она могла сделать его тело полностью неуязвимым. Но случилось вот что, когда уже Дурьодана шел на Даршан к своей матери, ему встретился Кришна, который сказал, что происходит, как ты можешь идти в таком виде. И когда он вошел, она взглянула на него, но те части тела, которые были закрыты, остались незащищены. И поскольку эти части тела не получили вот этой защиты, по ним можно было нанести поражение. И в момент сражения Бимы с Дурьоданой, Бима никак не мог нанести ему увечий или каких-то повредить его, поскольку его тело было защищено благословением матери. Но Кришна знал, что часть тела, вокруг дуриодана Дурьодана, не было защищено благословением Гандари, потому что это было защищено. Но Кришна знал этот секрет, что район поясницы, район вот этих бедер, где было не защищено у Дурьоданы тело глазами Гандхари, то он и сказал Биме, бей сюда. И Бима послушал и ударил ниже пояса. Но это был запрещенный прием, потому что бить ниже пояса запрещено. Сражение может вестись только выше пояса. И только так Бима смог выиграть. И от Дурьодана умереть. В этом проявилась некоторая нечестность в действиях пандавов. Но поскольку с ними поступали нечестно, они также действовали нечестно. Но Юрхиштира рассуждал, что поскольку кшатрию нужно было царство, и ради этого царства была устроена вся эта битва. Это стало причиной скорби Юрхиштиры. Он считал себя виновником смерти стольких людей. Преданный всегда думает о том, как избегать греховных действий, чтобы не становиться... чтобы последствия таких поступков не приходили к нему. Преданный должен рассуждать так, что нам хватает уже кармы с прошлой жизни, поэтому сейчас нам нужно стараться избегать появления новой кармы. И если мы занимаемся серьезно практикой преданного служения, то такая практика сжигает последствия кармы. Только Бхакти-йога может уничтожить все последствия кармы. Карма бывает нескольких видов. Первая карма – это то, от чего мы страдаем в нынешнем теле. Второй вид кармы – это непроявленная карма, которая в будущем должна проявиться с нами. Третий вид кармы – это семена кармы. Таким образом, существуют разновидности кармы. Мы становимся свободными от кармы, когда совершаем благочестивые действия. Некоторые люди занимаются тем, что обратно отпускают рыбу в воду. Не мертвые, естественно, а обратно живые выпускают. Либо, если птицы поймают или нашли пойманную птицу, отпускают ее на воду. Это и есть благочестивая деятельность. Иногда люди высаживают деревья, поскольку это также один из видов благочестивой деятельности. Строят дороги, выкапывают колодцы с питьевой водой. Есть много видов благочестивой деятельности, такой как заботиться о других, брать или опекать сирот, оставшихся без родителей. Сдавать кровь. Это все виды благочестивой деятельности. Но эта деятельность не удаляет желания, греховные желания, которые находятся внутри нас. Поэтому такой вид благочестивой деятельности сравнивают с купанием слона. Слон заходит в воду, омывает свое тело, потом выходит и начинает кататься в пыли, его тело потом снова грязное. Вы можете видеть это в Майяпуре. У них есть два элефанта в Майяпуре. И иногда они их берут в воду и берут в Гангу, или они их берут в воду. И после их берут, они всегда любят бросать воду на друг друга, или они просто берут в воду. А это можно видеть в Майяпуре. В Майяпуре есть два слона, которых водят на Гангу, их купают. И потом, когда они выходят чистыми, они тут же начинают бросаться друг в друга пылью, или сами кататься в этой пыли и снова становятся грязными. Так же, люди занимаются благочестием, благочестивой деятельностью, потом совершают много грехов, и потом снова совершают благочестие, чтобы нейтрализовать эти грехи. Но предное служение настолько могущественно, что устраняет даже семена желаний греховных послуг. Если вы совершаете много благочестивой деятельности, остается склонность к греху. Например, как человек, который очень похотлив, у него очень много неконтролируемых половых связей, и потом он заболевает энерической болезнью. После этого он проходит очень болезненный курс лечения. Но как только он выздоравливает, желание снова утолять свою похоть к нему возвращается. То есть, он не может вылечиться от желания так действовать. Иногда у человека прямо врожденная склонность к воровству, и он совершает преступление, его сажают в тюрьму. Но когда он выходит, он снова принимается за старое, поскольку желание остается прежним. Но если мы занимаемся бхакти-йогой, то бхакти-йога полностью вычищает наше сердце от желаний грешить. Только бхакти-йога устраняет склонность к греху. Вот почему бхакти-йога считается высшей системой йоги. В конце шестой главы Бхагавад-гита, Кришна says, Йоги-нама-писар-вешам-мадгатэн-антаратманам-шрадавам-бхачате-йомам-саме-юкта-атамам-матам. Поэтому в конце шестой главы Бхагавад-гиты говорится стих, знаменитый йоги-нама-писар-вешам, перевод которого звучит так, что высшим из йога является тот, кто способен постоянно думать обо мне и заниматься предным служением мне. Такой йог считается выше всех йогов. Бхакти-йога is at the top of the yoga ladder. It includes all the other yogas. Бхакти-йога является вершиной лестницы йоги, потому что включает в себя все остальные ступени йоги. Кришна also explains to Arjuna that, because Arjuna was worried about sinful reactions, Krishna told him, if you do work as karma-yoga, there's no reaction. Кришна объяснял Arjuna, который беспокоился о том, что его настигнут последствия греха, о том, что если ты будешь действовать как karma-yoga, последствия греха тебя не коснутся. So Arjuna's work was not very pleasant. He had to fight. He has to fight. He has to kill. He has to do this thing. But he has to do it with detachment. You see, karma-yoga is not very easy thing to do. But it's good. It's very beneficial to do some karma-yoga. Karma-yoga can be cutting the vegetables, cleaning the floor, washing the plates. It's called karma-yoga. You do it without being attached to the results of the work. Generally, we're thinking, what do I get if I do this? How much will you pay me? But karma-yoga is simply working for Krishna. No karma-yoga означает, трудиться, просто трудиться для Krishna. In Bhagavad Gita Krishna describes karma-yoga, 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 karma-yoga. Krishna is telling Arjuna, you have a right to do your duty, but don't be attached to the result. We're all very attached to the results. We want to enjoy the result. It's not easy to detach ourselves from the result. So there are two levels of karma-yoga. One is where you're attached to the result, and the other is where you're detached from the result. Поэтому karma-yoga делится на две ступени. Одна ступень – это когда мы еще привязаны к результатам karma-yoga, другая, когда уже не привязаны. Karma-yoga – you like the work. We're attached to the work. I want to do this work. Есть karma-yoga, когда нам очень нравится сама деятельность. Я люблю эту деятельность, и я буду ей заниматься. But I'm attached to the result. Я привязан к результату. But still I'm working for Krishna. Но я работаю для Krishna. But still I enjoy the result. Но потом я наслаждаюсь результатом. But gradually we start to give the result to Krishna. Постепенно же мы учимся отдавать результаты Krishna. And as we give the result to Krishna, then it becomes closer and closer to bhakti-yoga. И когда мы отдаем все больше и больше результатов Кришне, мы становимся ближе и ближе к уровню bhakti-yoga. Because one who does bhakti-yoga, he is also a karma-yoga. He is detached from the result. Поскольку bhakti-yoga – это уже karma-yoga, потому что он не привязан к результату. Прабхупад говорил нам, что не так легко стать преданным. Нам следует учиться отказываться от привязанности к результату. But by chanting Hare Krishna, by engaging in the process and gradually. Воспевая Hare Krishna, вовлекаясь постепенно в процесс. We just have to continue chanting and worshiping Krishna, hearing about Krishna. Когда мы просто продолжаем слушать о Кришне, воспевать Кришну, служить Кришне. And gradually, gradually we become detached. Постепенно, постепенно мы развиваем это лечение. Any questions? Есть вопросы? Mataji. Для каких эпох есть акрадма? Для каких эпох есть акрадма? Для каких эпох есть акрадма? Акарма. Акарма-экт. Акарма. Акарма. Экот. Акарма. Процесс Акарма, suitable, для чего юга. Для чего юга? Акарма – означает «девоцировое служение». Акарма означает «преданное служение». поэтому она подходит для любого периода. Прабу? Другая вопрос? Умапати? Умапати. Можно ли всегда помнить о Кришне, не испытывая стадания? Умапати. Sometimes we remember Кришна only when we have some pain or something. Can we remember Кришна without any problems? Да, of course, we read in the Bhagavad-Gita four kinds of people, four reasons why people take up Krishna consciousness, and one of them is in distress. Да, мы знаем из Bhagavad-Gita, что есть четыре типа людей, которые обращаются к Кришне, и одни из них обращаются вследствие страдания. Most of us come to Krishna consciousness, Prabhupada said, most of us come to Krishna consciousness because of distress in the material world. Шила Prabhupada говорил, что большинство из вас пришли именно вследствие того, что страдали в материальном мире. This world is not a very pleasant place. There is a lot of pain and suffering. Этот мир не такое приятное место, в нем полно боли и страданий. And fortunate people come to Krishna consciousness. Но удачливые люди приходят вследствие этого к сознанию Кришны. Но мы должны становиться счастливыми, принимая сознание Кришны. Иногда люди приходят к Кришне в поисках истинных знаний. Другие – это те, кто любопытные, любознательные. Вы не должны страдать. Вы не должны страдать, чтобы стать преданными. Поэтому мы не должны страдать только чтобы стать преданными. Некоторые люди приходят к Кришне, потому что ему нравятся прасады, ему нравится быть преданными. Некоторые люди приходят к Киртану, и они учат к Киртану, и они chantят и танцуют, и они чувствуют экстаси. Они становятся святыми. Кто-то с Кришной, потому что ему нравится Кирта, но он любит танцевать, он испытывает экстаз, и так становится преданным. Поэтому не только в страданиях мы можем помнить. Поверьте, скажите, пожалуйста, как повить от зависти? Что делать, чтобы поворать? Господи, пожалуйста, скажите мне, как мы можем конкурировать энвизу? Энвизу? Энвизу. Победить зависть можно развивая любовь к Кришне. Мы должны стараться видеть Кришну в каждом. Иногда у нас зависть появляется, когда у кого-то есть то, чего нет у нас. Почему у него больше, чем у меня? Поэтому следует также развивать знания о том, что страдание человека, наслаждение человека вследствие его предыдущей деятельности. В конечном итоге мы завидуем Кришне, потому что Кришна Богована, значит, у него всегда больше, чем у нас. А Кришна самый богатый, потому что у него все деньги. И у него гораздо больше знания, чем у нас. И у него больше красоты, чем у нас. И у него гораздо больше силы, чем у каждого из нас. И он наиболее отрешенный, чем у каждого из нас. И он самый-самый известный, чем у каждого из нас. Почему все это у него есть? Почему не у меня? Так зависть распространяется, как Шашупал, он очень завидовал Кришне. Кришна женился на Рукмине, в то время как у Шашупала были виды на нее, он хотел, чтобы она стала его женой, но Кришна выкрыл ее. Поэтому нужно получить знание о том, какова природа зависти и откуда ее источник. Источник зависти из двух вещей. Мы считаем себя телом, а то, что вокруг нас, считаем, что предназначено для нашего удовольствия. И поэтому мы думаем, у кого-то больше наслаждений, чем у меня. Почему Кришна женился на Рукмине? Рукмини должна была стать моей женой. Нам же следует понять, что все принадлежит Кришне. Когда мы начинаем осознавать Кришну, мы становимся свободны от зависти. Поэтому следует понимать, что все, чем обладают люди, это все на самом деле принадлежит Кришне. И предназначено для служения Кришне. Итак, зависть есть следствие нашего невежества. Невежеством является считать тело своим, себя телом, а все, что вокруг, предназначено для наслаждения. Я наслаждаюсь не так, как кто-то еще. Но мы можем наслаждаться, если мы осознаем Кришну. Но истинное наслаждение приходит из души, а не из тела. Но поскольку мы считаем себя телом, возникает зависть по отношению к другим. Ой, у кого-то более красивое тело, чем у меня. Ой, у кого-то более успешная жизнь, чем у меня. Но истинный предный счастлив в любых обстоятельствах. Поскольку истинный предный черпает счастье не из телесных наслаждений, а из отношений с Кришной. Поэтому нам следует развивать знания и понимание, что есть истинное счастье. Мы несем реакции, которые приходят в самых прошлых жизней. Но обычный человек, когда к нему приходят страдания, редко обращается к Богу за поиском. Чаще всего это напротив, его отталкивает. Когда человек начинает гневаться на Бога, это напротив его отталкивает к религии. Тогда зачем нужны тогда страдания, если они не приводят к Богу? Так что обычно, когда к нему приходят страдания, они не пытаются искать Бога. Так что обычно, они становятся к Богу, которые становятся к Богу, которые говорят, что Бог является нестинным к ним. Его вопросом является, почему в низкой кармане страдания страдания, если страдания страдания не откликнутся к Богу, но против того, чтобы отталкивать к Богу. Хорошо, так что вы должны понимать, что люди, которые имеют сукрити, какие-то пустые квалификации, они будут приходят к Богу. Здесь нужно понять, что к Богу будут обращаться те, у кого есть сукрити, или благочестие, или квалификация. Те, кто, получая страдания, гневаются на Бога, или обвиняют Его в своих несчастьях, у них просто нет благочестия, или сукрити. Instead, they take shelter of alcohol, or drugs. Поэтому вместо того, чтобы найти Бога, они употребляют алкоголь или наркотики. They try to find some other shelter, other than Krishna. Они пытаются в этом найти прибежище, а не в Krishna. But people, who have the sukhriti, who actually, somehow, they have some pious nature, then they will come to Krishna, come to God. Но к Богу обращаются лишь те, у кого достаточно запаса благочестия или сукрити. Прабхупад tells, he saw, during the Second World War, all the ladies in Germany, all the wives, they went to the church, and they prayed to God. Save my husband, let us win the war. But when they lost the war, and their husbands were killed in the war, then they didn't pray anymore to God. But then they said, we don't believe in God anymore. So, this is not real religion. This is actually the kind of cheating religion. We think, we go to God to tell him what we want. I need this. You give me, please give me this. Give me money. Give me happiness. Give me success. So, God gets tired to hear this all the time. Everybody come to him. Give me long life. Give me this. Give me. Just like if your little child comes to you every day and says, are you going to feed me today, папа? Well, of course. Every day I feed you. Why I won't feed you? So, the same way we are saying to God, give me bread. Give me this. Give me. Give me. Разве я тебя не кормлю и так каждый день без твоих вопросов? Вот так же и люди к Богу приходят и говорят, дай мне хлеба, дай мне то, дай мне сё. So, he gives according to our qualification to receive. И они, им будет дано в соответствии с их возможностью получить, с их квалификацией. Some people are more qualified to receive than others according to their past activities. Кто-то квалифицирован получить больше, чем другие, в соответствии с его прошлыми поступками. So, yeah, good people, they will come to Krishna consciousness. They will have more faith in God when they have this strength. Just like devotees, sometimes they have also hardship, they have difficulties. The pandavas, they suffered a lot. В конце концов, даже у предных иногда бывают какие-то трудности. Мы можем вспомнить, как страдали пандавы. So many years, they had difficulties. Очень много лет они испытывали трудности. Their wife, Draupadi, was insulted. Их жену, Draupadi, оскорбили. And then they had to go in exile so many years, live in the forest. Они были в ссылке много лет, живя в лесу. После всего случилась битва на Куракшетре. Но все это время они не покидали прибежище Кришны. And Queen Kunti, Queen Kunti prays to Krishna, that give me more difficulty. Because when I have difficulty, I will remember you more. А царица Кунти, напротив, даже молилась Кришне, говоря, пусть эти страдания не прекращаются, поскольку видеть это страдание, значит, видеть и помнить тебя, Кришна. So you may say, well, I'm not Kunti. Мы можем сказать, я не Kunti. You should try to become like her. Мы должны стать подобными ей. У Хараджи и Арджуна была квалификацией, чтобы насилие совершать. В наше время насилие бы не нужно, и преданным, как это. То есть, вредным должен принять насилие света. So, Арджуна and Krishna have the right to use violence properly. But nowadays, how can we use violence properly amongst devotees? Mainly devotees, how can devotees use properly violence in which cases also? You can use violence to protect yourself from the attack of the atheist, of the demon. Можно использовать насилие, чтобы защищать себя от нападок, демонически настроенных. We can use violence to defend another devotee. Можно использовать насилие для защиты других преданных. To defend a devotee. If a devotee is being attacked by some people, then we should try to defend them. You may have to be violent. You will be justified. Если кто-то нападает на преданных, то мы можем применять насилие для защиты этих преданных. Это правильное использование насилия. Окей, харегашна. Шримад Бхагаватамки. Шримад Бхагаватамки. Шрилаправпадки.